приветствуем наших всех подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья сегодня с вами 4 декабря суббота вы знаете это очень магический и необычайно волшебный день дело в том что сегодня у нас на вами новолуние одновременно солнечное затмение сегодня у нас видение в храм пресвятой богородицы и заканчивается коридор затмений и сегодня конечно многие люди задаются вопросом а как же правильно провести этот день что нужно сделать какие практики как пробыть в этот день чтобы заложить основы не только на ближайший лунный месяц а и на последующие годы все далее в этом видео поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца друзья сегодня у нас с вами суббота 4 декабря и сегодня у нас с вами день солнечного затмения это идеальное время для медитации и расслабления обращаю ваше внимание что сегодня произойдет солнечное полное затмение в 10 часов 34 минуты по московскому времени в знаке зодиака стрелец который и закрывает коридор затмений слава богу который начался еще 19 ноября в этот раз полное солнечное затмение смогут наблюдать только пингвины и сотрудники научных станций в антарктиде затмение солнца совпадает у нас новолунием и это заключительное затмение на оси стрелец близнецы этот день очень энергетически важны и от того как вы его проведете может зависеть ваше настоящее и ваш будущее напоминаем всем что в ночь с 4 на 5 декабря обязательно ставим наш кошелек на зарядку и привлекаем быстрые деньги также не забываем выписать себе чек изобилия на свое материальное желание и эта практика достаточно хорошо работает также делайте уже после новолуния медитации на желание на перемены в жизни на гармонизацию отношений конечно же на привлечение любви но сегодня 4 декабря воздержитесь от каких-либо важных дел поскольку энергия дня в истощении прекрасный повод для планирования и полноценного отдыха сегодня 4 декабря вероятны затруднения и препятствия в движении поэтому не стоит решать срочные вопросы вы их все равно не решите не начинаете проекты у которого есть четкие сроки поскольку в них вы не было не уложитесь не отправляйтесь и в длительные путешествия откажитесь сегодня от медицинских операций и воздержитесь от посещения больных дабы не взять на себя чужое заболевание удачные сегодня часы когда можно нейтрализовать плохие влияния и благоприятно в это время за обращаться за помощью идеальное время для решения финансовых вопросов 17 часов 15 минут до 20 часов 10 минут сегодняшний день не подход для активности рожденным в год дракона и сегодня следующую фразу обязательно говорите для того чтобы произвести закладку мыслей а слова злую звучат следующим образом моей жизни происходит чудеса мои мечты воплощаются в реальность я привлекаю любовь счастья богатства и процветания свою жизнь рекомендуем вам воспользоваться поступающими извне энергетическими потоками для того чтобы сегодня избавиться от негатива и привлечь положительные перемены поэтому перенесите все важные дела на другое удобное время не принимайте сегодня никаких радикальных решений даже если вот руки чешутся это сделать исключите тяжелую физическую работу избегайте сегодня ссор конфликтов не поддавайтесь и на провокации а также постарайтесь сегодня во время затмения принять контрастный душ и сменить одежду сегодня постарайтесь не выходить и под прямые солнечные лучи желательно не смотреть на солнце период затмения могут наблюдаться вспышки агрессии проявляется у людей депрессивное состояние могут обостряться хронические заболевания поэтому проведите день в спокойной обстановке не появляйтесь и в людных местах не участвуйте в массовых мероприятиях солнечное затмение всегда считалось особенным периодом когда лучше отказаться от суеты не сквернословить и пребывать в гармонии с собой тогда в будущем обязательно вас ждет успех также вы можете провести и несложную денежную практику которая поможет вам справиться с денежными проблемами и эта практика направлена на сохранение и приумножение денег поэтому 4 декабря в затмении приобретите копилку приобретите эту копилку которая вам понравится сейчас его копилки продается везде во многих магазинах и поместите в нее купюру и далее скажите следующие слова где одна монета там и две где есть копюры там и богатство заведется копилку заговорю денег накоплю копилку стоит регулярно пополнять но не вскрывайте до того момента пока она не наполнится деньгами также в этот день 4 декабря не устраивайте пышные застолья считается что сегодняшнее пиршество может перерасти в большие семейные неприятности также народные поверья сегодня 4 декабря рекомендуют приготовить скромный ужин только для членов семьи где основными блюдами будет рыба и тогда считается что в доме поселиться спокойствие и гармония в отношениях и выпечка чтобы обеспечить семье достаток сегодня как мы уже сказали в начале видео мы с вами отмечаем великий праздник введение в храм пресвятой богородицы поэтому сегодня ни в коем случае не стираем не убираем не шьем также отложите на время и домашние занятия которые связаны со значительными физическими усилиями 4 декабря рекомендуется приготовить легкие блюда сложить вещи в шкафу в кладовках вымыть холодильник для того чтобы порадовать домового который любит порядок в доме и домовой обязательно оценит ваши усилия и вознаградит вас доброй службой также обращаем внимание что наши предки считали что сведение до благовещения запрещалось копать землю лопатой поскольку земля отдыхает и набирается сил тот кто нарушит данный запрет поплатиться за это в следующем году плохим урожаем 4 декабря нельзя и давать в долг по народной примете деньги не скоро вернут есть вероятность что для их возвращения придется приложить упорство или даже весь физическую силу что чревато серьезной ссорой с должником при невозможность отказать в займе надо вечером обязательно съесть вареное яйцо тогда можно будет избежать серьезных проблем по возврату денег ну а чтобы на следующий год урожай был обильным нужно 4 декабря поле землю покормить особенно если у вас есть огород собрать со стола после обеда остатки кушанье крошки и отнести земле или полю в огород и там оставить в нескольких местах также в этот день обязательно постарайтесь помолиться деве марии попросить у нее помощи во всех делах и начинаниях нельзя сегодня делать прически стричь и красить волосы к сожалению результат этих действий вас не порадует а вот чтобы увидеть вещи сон нужно перед сном прочитать молитву богородица дева радуйся и трижды перекрестить подушку если ворон каркает сегодня над домом в котором кто-то болеет то знаете что это печальный знак если же сорока трещит то это к новостям о воробе воробушки чирикуют гостям голуби воркают к семейному благополучию наведения в храм пресвятой богородицы наблюдали и за дымом идущим из соседнего дома если он и шел в сторону дома то считалось что люди будут жить с соседями в мире и согласии а вот противоположную к ссоре также откажитесь в этот день от алкоголя совсем считается что тот кто ослушается этого совета может серьезно заболеть 4 декабря нельзя отказывать и в радушии и не принимать приглашения в гости считается что чем добрее и отзывчивее вы будете в этот день тем счастливее начнется будущий год и наши предки не рекомендовали 4 декабря стирать и менять постельное белье они верили что в противном случае может наступить бессонница или станут снится кошмары друзья вот такой у нас с вами день 4 декабря суббота мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни и в этот день в день в таких вот важных событий на нашей планете вы проведете с радостью с любовью с в отдыхе в праздновании с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь заходите на наш канал нас на канале выходит много полезной важной и интересной информации